Привет, Санкт-Петербург! У нас есть очень хорошие новости для вас. Мы открыли нашу школу продаж прямо здесь, в вашем городе. И это то место, куда вы можете направлять всех ваших сотрудников, для того, чтобы они вышли на новый уровень. Свяжитесь с нашим партнером и получите информацию. И что является хорошими новостями во всем этом? Если мы хотим увеличение результатов в нашей жизни, если мы хотим зарабатывать больше денег, если мы хотим быть более счастливыми, то все, что нам необходимо делать, это улучшать самих себя. Если мы делаем самих себя лучше, в этом случае наша жизнь также становится лучше. Я надеюсь, что, может быть, вас заинтересует зарабатывание большего количества денег. Хотели бы вы зарабатывать больше денег? Если да, то у нас есть решение для вас. Мы с Ассией проводим живые семинары по всему миру на протяжении долгих лет. Живые семинары, они мотивируют людей, они заряжают их энергией, а также люди начинают понимать технологию гораздо лучше. И сейчас мы открыли нашу школу продаж, где мы пошли на один шажок глубже, потому что там отрабатываются навыки. И у нас есть три видеокурса, каждый из которых занимает 2-3 полных дня обучения. Первый видеокурс в школе – это техники активных продаж. Вам необходимо знать, как продавать, каким образом убеждать ваших клиентов в том, чтобы они покупали что-то в вашей компании. Если ваша команда или если вы сами способны убеждать людей, то, конечно же, в этом случае вы становитесь гораздо более успешными. Это трехдневное обучение, где очень много тренировок, для того, чтобы вы отточили свои навыки в этой области. Вторая тема видеообучения в нашей школе – это стратегия экстраординарного обслуживания клиентов. Почему нам необходимо иметь такую стратегию? Хорошо обслуживать наших клиентов и делать это лучше, чем это делают наши конкуренты. Потому что вы хотите, чтобы ваши клиенты говорили «Вау!». Вы хотите, чтобы ваши клиенты говорили «Вау!», мне нравится эта компания», для того, чтобы они продолжали возвращаться именно к нам. А также говорили всем своим друзьям, чтобы они тоже приходили к нам. Но если мы хотим, чтобы наши клиенты были лояльными, преданными, нам необходимо быть клиентоориентированными. А третий тренинг, который у нас есть, связан с мотивацией и эффективностью. Насколько мотивирована и эффективна ваша команда или даже вы сами? Есть ли у вас цели? Действительно ли вы хотите этого достичь? А также, хорошо ли вы управляете временем? Знаете ли вы, как управлять вашим временем эффективно, для того, чтобы вы способны были достичь своих целей? Вот это вот обучение, оно также занимает от двух до трех дней полного дня обучения. И это видео обучение, где вы делаете очень много тренировок. И вот эти вот три тренинга – это что-то, что можно пройти в нашей школе продаж прямо здесь, в Молдове. Или вы можете это сделать в другом городе, где находится наша школа продаж. Потому что наша школа продаж находится в городе Санкт-Петербурге, в Челябинске и во многих других городах. Если вам это интересно, то вы можете связаться с нашими представителями в вашем городе и узнать, как вы и как ваша команда смогут выйти на следующий уровень. Потому что мы все достигли тот уровень, который мы имеем на сегодняшний день. Но каким образом выйти на следующий уровень? Или же, что если наступает кризис, что если ужесточается конкуренция, что если что-то новое происходит? Каким образом объединить команду, для того, чтобы они стали сильнее? Ответ на это – обучение. То же самое, что занятия спортом. Спортсмены тренируются, 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 тренируются постоянно. Чем более мы натренированы, тем сильнее мы становимся. Если это что-то, что вам интересно, то приходите в нашу школу продаж. И мы хотим дать вам небольшой совет. Готовы к нему? Сейчас мы это сделаем. Если мы возьмем компанию, любую компанию, мы можем нарисовать эту компанию. Компания состоит из разных отделов. У нас есть руководитель, который находится во главе. Есть разные люди, которые работают внутри этой компании. Кто-то представляет из себя техническое отделение, и они занимаются продуктом. Кто-то занимается продажами, и они занимаются поступлением денег в компанию. А кто-то занимается административной работой. Вот здесь находятся наши клиенты. Мы, будучи командой, конечно же, хотим привлечь как можно большее количество клиентов к нам. Если вы являетесь руководителем, то ваш самый первый приоритет – это создание команды людей, которые бы работали сообща в гармонии. То же самое, что происходит в футбольной команде, или в хоккейной команде, или даже то же самое, что происходит в музыкальном оркестре. Каким образом мы добьемся того, чтобы клиент платил максимальное количество денег нам? Потому что компания, конечно же, хочет получать много прибыли. Чтобы в компании было как можно большее количество денег, и также, чтобы мы получали как можно больше удовольствия в то время, пока мы занимаемся этим. Каким образом мы можем этого добиться? Для этого нам необходимо максимально ценное что-то делать для наших клиентов. И вот здесь, что очень интересно, это то, что мы можем давать два типа ценностей нашим клиентам. И мы можем это изобразить таким образом. От нас могут идти материальные ценности, и от нас могут идти нематериальные ценности. Что является материальными ценностями? Если мы возьмем в качестве примера, легкий пример, кафе или ресторан. Материальные ценности это будет питание, мебель, здание, посуда и так далее, и так далее. Все то, что представляет из себя материальную составляющую. И чем более ценным это является, тем больше денег клиенты будут нам платить за это, или, по крайней мере, будут хотеть нам за это платить. Если мы приходим в дорогое заведение, то мы ожидаем того, что там цена будет более высокой. Второе, это нематериальные ценности. И вот тут, что очень интересно, это то, что вот это связано с безупречным сервисом. Если мы дружелюбные, если мы оптимистичны, если мы позитивные, если мы быстро выполняем свою работу, если мы делаем именно то, что было нами обещано, то в этом случае клиент становится более довольным. И в этом случае клиент будет также хотеть больше сделать чего-то нематериального для нас. Это будет его дружелюбие по отношению к нам, он будет нас рекомендовать другим людям. То есть в этом случае наша репутация будет гораздо лучше, потому что клиент получает от нас как материальные, так и нематериальные ценности. И будучи командой, нам необходимо вместе давать эту ценность людям. И в идеале необходимо, чтобы это было элементом сюрприза. И сюрприз – это то, что создает вау. Что когда клиент контактирует с вашей компанией, ну, предположим, с первым, с кем он встречается, это ваш охранник. И охранник очень дружелюбен и очень профессионален. Он открывает дверь, он говорит, добро пожаловать в нашу компанию. Он проводит вас внутрь, и вы думаете, о, я не ожидал, что охранник будет таким дружелюбным. Вы встречаетесь с ресепшен, и они также дружелюбные и профессиональные. Вы встречаетесь, может быть, с техническими специалистами или инженерами, они все дружелюбные и профессиональные. Вот это то, что мы и хотим создать. Мы хотим создать некую атмосферу, которая напоминает небольшой оазис, где присущие сотрудникам компании два качества. Это все, что мы хотим. Чтобы каждый человек свою работу выполнял профессионально и в то же самое время, чтобы он также был дружелюбным человеком. Каким образом мы можем все это создать? Это не что-то, что мы там чуть-чуть, аллилуйя, и все говорят, да, мы хотим быть дружелюбными и профессиональными. Это что-то, что достигается благодаря обучению. Необходимо для этого обучать ваших сотрудников. И это та причина, почему мы разработали видеообучение, и почему там три темы. Для того, чтобы вы могли обучать всех ваших сотрудников тому, как лучше продавать, тому, как лучше обслуживать клиентов, и третье, тому, как быть более эффективными и хорошо управлять временем, для того, чтобы мы, будучи командой, улучшили результаты. И если это возможно, то вы немножечко делаете то, что делают японцы. Многие японские компании, у них в менталитете заложено то, что у меня есть в жизни два дома. У меня есть мой семейный дом, и там я живу со своими родственниками, и мои друзья являются гостями. А мой второй дом – это моя работа. И на работе коллеги являются моими родственниками на рабочем месте, а клиенты являются гостями, которые приходят в наш рабочий дом. Я знаю, что это не что-то простое с точки зрения создания, но нам необходимо, по крайней мере, двигаться в этом направлении настолько, насколько у нас это получится. Но чтобы это сделать, необходимо изменить менталитет людей, работающих у нас. Но если мы сможем достичь этого хотя бы чуть-чуть, то в этом случае качество нашей жизни выйдет на совершенно новый уровень. Потому что в этом случае что мы делаем – это просто переходим из дома в дом, и качество нашей жизни возрастает. И это не что-то такое, что мы сможем достичь за короткий промежуток времени. Это что-то, что может потребовать годы для того, чтобы привить вот такую вот культуру. Но польза от всего этого состоит в том, что мы зарабатываем гораздо больше прибыли, и мы получаем гораздо больше личного удовлетворения, гордости, а также мы живем гораздо более счастливой жизнью. Итак, если это что-то, что интересно вам, мы ждем с нетерпением встречи с вами в нашей школе продаж прямо здесь, в Санкт-Петербурге. До встречи! Всего доброго!